В августе произошло несколько очень значимых для реализации проекта событий. В конце месяца проектно-конструкторскому технологическому бюро Савалмаш был присвоен кадастровый номер и было зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в Росреестре. Полученные документы дают возможность заключить договоры на снабжение ПКТБ электроэнергией, водой и отоплением на постоянной основе, что значительно экономит бюджет компании. Кроме того, это позволит в дальнейшем поставить здание на баланс Савалмаш и произвести оценку активов компании. 7 августа проектно-конструкторское технологическое бюро Савалмаш перешло на постоянное электроснабжение. Временное электроснабжение обесточено и демонтировано. Завершилась аренда передвижного высоковольтного трансформаторного пункта. Были закончены основные отделочные работы по третьему этажу производственной части. Активно проводилась уборка помещений. Завершили подключение второго ввода водоснабжения. Были залиты бетоном стенки и другие части камеры. Осталось выполнить гидроизоляцию, обратную засыпку и восстановить покрытие надзоны земляных работ. Была смонтирована система орошения для газона и асфальта на участке Савалмаш. Шли предварительные проверки здания по КТБ комиссиями. По их итогам выполнялись работы по устранению замечаний. Перенос окна рядом с пожарной лестницей, переделка ступеней лестничных маршей, корректировка сантехники и другие. Гостехнадзор провел проверку индивидуального теплового пункта по КТБ Савалмаш, по итогам которой никаких замечаний оставлено не было. После получения акта о проверке можно будет заключить договор на поставку теплой энергии. Предварительные проверки здания велись и по другим направлениям. После них будет проведена основная проверка по КТБ госкомиссии, выявлены и устранены замечания, подано заявление на получение заключения о завершении строительства. В августе площади по КТБ Савалмаш пополнились новым оборудованием. Прибыли станки для линии поверхностного монтажа, станок с ЧПУ, три стационарных компрессора и другие. Шли и продолжаются работы по подключению и наладке оборудования. Была смонтирована линия СМД-монтажа. На ней в автоматическом режиме запаяны первые платы контроллера углошлифовальной машины. Специалисты Савалмаш подготовили несколько патентных заявок, в том числе по обращенным асинхронным двигателям, которые используются на дроне «Мотылек» и по двигателям для бытовой техники. С 12 по 14 августа в Московской области прошел международный военно-технический форум «Армия-2024». Разработки Савалмаш, как и в дебют компании на форуме два года назад, оказались в центре внимания СМИ и специалистов. Особенный ажиотаж вызвал первый в мире квадрокоптер тяжелого класса с обращенными асинхронными электродвигателями. И если создатели скромно назвали его «Мотылек», то блогера окрестили громким «Царь-квадрокоптер». Среди прочих экспонатов на стенде Савалмаш были представлены общепромышленные двигатели, тяговый электродвигатель, электродвигатель с рубашкой водяного охлаждения, углошлифовальная машина, а также статор и роторы ее привода, электровелосипед с асинхронным мотор-колесом. Сразу две разработки Савалмаш вошли в десятку лучших новинок по мнению официального информационного партнера форума «Милпресс». Это квадрокоптер и обращенный асинхронный электродвигатель. Интервью с Александром Сударевым вошло в итоговый фильм о лучших разработках форума, предназначенный для руководства Воздушно-космических сил и сухопутных войск России. О дроне «Мотылек» и Савалмаш написали несколько десятков российских СМИ. Президент Мозамбика познакомился с технологией «Славянка». С 26 по 31 августа столицы страны в городе «Мапуту» проходит международная выставка инвестиций и торговли. Компания «Солар Групп» и партнеры проекта в Мозамбике подготовили стенд, на котором представлен лодочный мотор на базе двигателя с совмещенными обмотками. Этот стенд стал одним из немногих, у которых задержался президент страны. Ему рассказали, как «Славянка» может повлиять на экономику Мозамбика, сельское хозяйство, общественный и частный транспорт. Президент был очень заинтересован и взял с собой рекламный материалы проекта. В августе возможность заполнить анкету и подать заявку на получение акций стала доступной для инвесторов из Индии, Вьетнама и Северной Македонии. Напомним, ранее такая возможность появилась у инвесторов из России. Постепенно заполнить заявку смогут все инвесторы, а пока что вы можете верифицироваться в личном кабинете и актуализировать персональные данные. Вместе с летом заканчивается действие скидки при досрочном погашении рассрочки в проекте двигателей Дуйнова. До 31 августа включительно оплатите сразу несколько месяцев вашей рассрочки на сумму от 100 долларов, и вы получите скидку 5% на платеж. А еще мы начислим бонусные инвестиционные доли, как и всегда, при досрочном погашении.